Штатный ликвидатор Ореховской ОПГ заметно нервничал на первом допросе. Работал он под кличкой Чипит. На его счету как минимум 16 убийств. Его коллегой был Сергей Фролов по кличке Болтон. Эти ребята Чипит и Болтон представляли собой доверенных людей, палачей, как угодно их можно назвать, но им поручали самые серьезные дела. Киллеры хранили свой арсенал оружия в стиральной машине. У них обнаружили автомат, 8 пистолетов и даже гранатомет. Игорь Сосновский сразу пошел на сделку со следствием. Прошу вас отменить, что место, где вы стояли. Он рассказал, как в 2010-м должен был убить бизнесмена Сергея Журбу, отказавшегося платить огромные деньги орехам. И уже Сосновский готовился такое лежбище в лесу, где он с гранатометом должен был стрелять по машине Журбы, которая как-то так абсолютно случайно поменял в этот день маршрут. Это его и спасло. В 2014 году на скамью подсудимых сели начальники Сосновского, лидеры Орехов Дмитрий Белкин и Олег Пронин. Но Чипит еще три года гулял на свободе. Белкин и Пронин были уверены, процесс пройдет по их сценарию. Они громко возмущались и всех оскорбляли. За неуважение к суду подсудимых несколько раз удаляли из зала. Когда я делал свои какие-то замечания, делал свои какие-то ходатайства, несколько раз пересекался глазами с Белкиным. И было жутковато, потому что именно глаза, которые на меня смотрели, я считаю, что действительно это были глаза зверя. Ничего человеческого, никакой жалости, никакой вот именно вот любого проявления человеческого какого-то нутра, там этого не было. Главный свидетель обвинения Сергея Журба был хозяином рынка Одинцовское подворье. Маленькие и огромные рынки, на которых торговали всем подряд, бандиты взяли под свой контроль сразу, как только они появились. И все торгаши прекрасно знали, придется платить за крышу. Приезжают молодые парни, голова медленно расстраивается с плечами. В руках дубина. Ну и начинается ласковый разговор. Не помочь ли вам? А в чем помочь? Ну и, а дальше вот, платите деньги, и все будет хорошо. С орехами Сергей Журба наладил отношения еще в начале нулевых. А когда стал рулить Одинцовским рынком, ввел мать и жену Дмитрия Белкина в состав учредителей. Белкину и его семье ежемесячно от этого бизнеса пересылали 20 тысяч долларов. Но со временем такое сотрудничество с бандитами Журбе надоело, и он решил его прекратить. И у Орехов был настоящий шок. Вот дурак. Неужели не боится расстаться с жизнью? Эта старая пленка сохранила для истории одну из цен устрашения бизнесмена. Есть такой закон. Закон. Если вы сказали, это Ореховский, ребят, Ореховский двигатель. Крайний случай, что они могут сделать. Они могут вызвать нас, с нами разговариваться, но не с вами. Вы же все. Ребят, прикручиваем. И вскоре на взбрыкнувшего Журбу было совершено покушение. И он чудом остался жив. На месте происшествия было найдено 100 гильз. Из автомата поливают его машину в районе Акулова. Выписавшись из больницы, Журба подал на Белкина в суд. Защищать его взялась адвокат Татьяна Акимцева. Ее выступления приводили бандитов в ярость. Акимцева собрала огромный материал. Раскручивалась страшная цепь из десятков убийств и покушений. Приводила совершенно убийственные доводы, которые практически не оставляли Белкина ни малейших, так сказать, шансов на оправдание. Татьяну Акимцеву называли звездным адвокатом. Она помогала Кристине Арбакайте во время ее тяжелого развода с Русланом Байсаровым, когда супруги делили сына Дэнни. Защищала Филиппа Киркорова, когда у артиста сдали нервы, и он ударил помощника режиссера Марину Яблокову. Яне Рудковской Акимцева помогла отсудить детей у Виктора Батурина и право быть продюсером Димы Билана. Она была известна в адвокатских кругах человеком, но никогда успехом не кичилась. Акимцеву уважали все. Ее клиенты любили и, в общем-то, приходили к ней самым сокровенным, делились. Но от главарей ОПГ она своего клиента защищала впервые. И уже на первых заседаниях Акимцева поняла, что влипло в историю просто страшно. Были такие крики в адрес Татьяны Акимцевой, что следующее твое заявление мы прибьем тебе на крышку грома. Одну из самых жестоких и масштабных ОПГ страны сколотил Сергей Тимофеев, главный крестный отец 90-х. В криминальную историю России он вошел под кличкой Сильвестр, так как уважал боевики с Сильвестром Сталлоне. Организованная преступность – это как Сергучевая печать на России. Отобьешь, а кусок все равно останется. Сергуча. Она ушла в экономику. Первый путь туда сделал, или один из первых – это Сильвестр. Родился Сергей Тимофеев в деревне Клин Новгородской области. Работал после школы трактористом. Он был очень такой отзывчивый. Его любили селяне. Он был правопослушный комсомолец, видимо, да, потому что он организовал ДНД, дружины народные, и боролся с правонарушениями. Тимофеев служил в элитном кремлевском полку. Потом стал лимитой. Работал на столичном заводе, жил он тогда в Орехово-Борисове. Подрабатывал в местной качалке, где и нашел своих первых бойцов. Человек занимался спортом, гирьки, гантельки, турничок. Он был физически развитый. Люди Сильвестра сначала потрошили ларечников и владельцев кафе. Потом взялись за бизнесменов посолиднее и отработали технологию запугиваний и жестоких пыток. В банде сложился непреложный закон. Если ты не можешь поставить утюг на живот или сбить на глазах у родителей ребенка, то сразу с позором выбываешь из команды. Весь процесс Каравао-Белкина продолжается под аккомпанемент выстрелов и убийств. Над судом висела атмосфера жуткого страха. Присяжных набрались с большим трудом. Люди сказывались больными, умоляли пощадить их семьи. Они понимали, что рискуют жизнью. Когда им показывали фотографии преступлений Орехов, многие закрывали глаза руками. Расчлененные трупы взрослых и детей. Отрезанные головы, сгоревшие и закопанные заживо. Было видно, что присяжным было страшно. Буквально в трех-пяти метрах от них сидел человек, который дал приказ о зверском убийстве десятков людей. И убивал своими руками. Белкин очень любил устраивать расправу во время или после пьянки в бане. А также на свежем воздухе. Собирал братву на пикник. И в какой-то момент привозили жертву. У Белкина была годами отработанная технология убийства человека. Надев мешок с целлофановой, ну, что-то, скорее всего, чтобы кровь не разбрызгивалась, убивал сам. Потом жертву расчленяли и части тела складывали в чемодан. У Орехов это называлось конструктор. Специально был мясник, который разрезал, идеальные трупы расчленял. С бригадой, которые, значит, доводили все это, даже сжигали в каминах прям тут же. Попариваются в баню, бьют, сожгут. Летом 2014 года в Москве проходили судебные слушания по делу двух главарей Ореховской ОПГ. Дмитрия Белкина по кличке Белук и Олега Пронина по кличке Аль Капоне. И всем дающим против них показания было невероятно страшно. Они знали, на что способны эти люди, в которых ничего человеческого нет. Можно сказать, как они нагибали бизнесменов. Они привозили его в закрытое место и для устрашения расстреливали так называемых муляжей. Муляжами назывались бойцы, которые, что называется, вышли из доверия и которые им просто не нужны были. И убивали прямо на их глазах. Орехи первыми обратили внимание на мир шоу-бизнеса и еще в 90-е превратили в дойных коров популярных артистов, которые зарабатывали на Чосе огромные деньги. Сильвестр даже прессовал Примадонну. Алла Пугачева всегда имела высоких покровителей и никого не боялась. Но схватку с орехами она проиграла. Певица попросила мэрию выделить ей под театр песни разрушенный и никому не нужный кинотеатр-форум на Садовом кольце. Но Сильвестру идея не понравилась. Сильвестр сказал, что без его ведома ни один театр в Москве не открывается, не закрывается. Их были искренне уверены, что именно им принадлежат функции о регулировании излишней денежной массы в стране. В Уголовном кодексе есть статья 210. Организация преступного сообщества или участие в нем. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Но она появилась лишь в конце 90-х. Хотя организованная преступность была у нас уже в конце 80-х. И с тех пор по ней осудили немало граждан. Что такое организованная группа? Это, так сказать, коллектив. Есть руководитель. У него приближенный штаб, который занимается по разным направлениям. И исполнители. А все 90-е членов ОПГ осуждали по статье 209 бандитизм. Просто за нападение и убийство людей с применением оружия. И крестные отцы, если сами не пачкали руки кровью, оставались без сурового наказания. Статья 210 была введена благодаря следователю из Одинцова Юрию Керезю. Очень честный и порядочный человек. Высокий профессионал. И это первый сотрудник правоохранительных органов, который действительно стал подбираться очень близко к именно Ореховской группе. Дело было на закрытом военном объекте в поселке Власиха. Он назывался Одинцова-10. С советских времен здесь царил идеальный порядок. Там всегда было спокойно. И какой-то оперативной большой работы со стороны милиции, там, как правило, и не больно, и велосипед. Но в 90-е люди в военных городках были просто в отчаянии. Нечем было кормить детей. Армия больше была не нужна. Зарплату не платили по полгода. Заслуженные, достойные офицеры вдруг, бросив службу, идут на рынок торговать шмотками. Я прошу прощения, да, ну, чтобы вы понимали. А все, кто торговали на рынках, были главным источником доходов криминальной братвы на территории всей России. Бандиты приходят к бывшим офицерам домой. И ясно дают понять. Не будешь платить – изнасилуем жену. Будем пытать детей. А надоест – прихлопнем. И никто на защиту не встанет. Кто не платил, у тех поджигали там палатки, магазины, квартиры, нападения устраивали, убийства совершали коммерсантам. В военном городке происходило такое, чего не бывает в самом жестоком и кровавом кино. Расстрелы людей, которые не хотели подчиняться бандитам, происходили на глазах у множества свидетелей посреди бела дня. Позвонили в дверь. Дверь квартиры открыл этот коммерсант. Преступник ничего не боялся. Расстреляв, ушел через чердачное помещение, через другой выход и скрылся. Милиция по всей России ездит в то время на старых машинах. Не хватает бензина. У сотрудников один пистолет на троих. А бандиты укомплектованы, как заграничные гангстеры. Быстрые иномарки, автоматы и пистолеты. Вот эта техническая оснащенность Ореховских, она, конечно, очень удивляла. Исследователь Юрий Кересь иногда ощущал бессилие. Его родным городком управляет мафия. Льется кровь невинных людей, а сделать он ничего не может. Он говорил своему соседу, полковнику ФСБ, у меня жена беременная, и ты знаешь, нам не полагается штатное оружие. Я хожу с газовым пистолетом всего лишь навсего. А вокруг меня льется кровь. Про Дмитрия Белкина и Олега Пронина знали все. Это они отдают команды похищать и уничтожать людей. И Кересь говорил своей жене, я обязательно посажу их за решетку. Такие разговоры всегда заканчивались ее слезами. Она страшно боялась. Первое дело по организованной преступности. Никогда, еще до этого не возбуждалось такое дело. Сидя на скамье подсудимых, Белкин категорически отверг через 20 лет какое-либо отношение к судьбе Юрия Кересе. Но это тотальная ложь. Поняв, что Кересь глубоко зарылся в дело и может доказать его причастность к массе страшных преступлений, он послал к нему члена ОПГ Сергея Сырова. Сыров притащил с собой 40 тысяч долларов. Вот сколько хочешь, мы тебе дадим. Ну, кончай эту волынку. После этого Кересь выписывает ордер на арест. Этого Сырова сажают. 20 октября 1998 года Кересь должен был приступить к написанию обвинительного заключения для передачи дела в суд. И сделал звонок одному из коллег. Спросил, когда у нас зарплата? Он говорит, ну, разделите между собой эту зарплату. Вот было так скажено, я говорю, не надо шутить, Юр. Приедешь, получишь свою зарплату. Ну, вот, возможно, какое-то предчувствие было. Жители Власихи потом вспомнили, что видели возле дома Керезя бомжа. Он ошивался там несколько дней подряд. А это оказался киллер. Выскочил за спиной, расстрелял в упор этого Керезя. И, значит, спокойно совершенно под дождем ушел. Для чего все это было сделано? Мы сразу догадались, что это для того, чтобы завладеть материалами уголовного дела. Белкин очень гордился этой расправой. И отправил в прокуратуру посылку. Которая высмеивала наши правоохранительные органы. То есть там были имитаторы половых органов. Коллеги Керезя поклялись, что найдут и накажут убийцу. Но Олег Пронин и его начальник Дмитрий Белкин сядут на скамье подсудимых только через 20 лет. Главным свидетелем обвинения был бизнесмен Сергей Журба. Этого Журбу несколько раз делали покушение. В 2010 году, потом, по-моему, еще позже. Вот. Там убили его охранника, ранили телохранители и так далее, и так далее. Орехи расправились с юристом-бизнесмена Виталием Моисеевым и его женой Еленой. И прямо во время суда в 2014 году снова попытались убить бизнесмена. Журба был ранен в живот. Потерял два литра крови, но опять чудом выжил. Был расстрелян его водитель. И причем этот водитель на тот момент родился именно под госзащитой. Орехи убивали безжалостно. Всех подряд. Не жалея случайных свидетелей и людей невинных. И взрастили несколько киллеров, которые вошли в историю криминальной России. Алексей Шерстобитов. Сначала работал на Медведковскую ОПГ. У него была кличка Леша Солдат. Потому что он был профессиональным военным и закончил Академию имени Фрунция. Был метким стрелком и хладнокровным человеком. Он был знакомый. Встречались мы с ним 25 января, не помню какого года. Он мне говорит, Леха, хочешь статистику узнать? Я говорю, какую? Ну сколько вот мы за это время? Мы. Ну я так понимаю, что Ореховские там, Медведские все вместе. С Нового года народ завалили. Я говорю, сколько? 25 человека. Вот 25 дней, 25 человек. Вот такая статистика. Следователи не знали, кого искать. Они не имели фотографий и описания внешности профессионального убийцы. Леша Солдат не выходил на улицу без грима и был дьявольски хитрым человеком. Он мог появиться с усадью, мог появиться наглого обритым, мог появиться в каком-то парике. Он умел даже менять походку и даже рост он умел мимикрировать каким-то образом. Он однажды пришел на встречу в Поповской Риасе. Он оставлял милиции множество ложных следов, чужие плевки и даже кровь. Отпечатки чужой обуви не своего размера. Мог сидеть в засаде двое суток. Это он по заказу Сильвестра убил всемогущего Атари Квантришвили, когда тот шел из любимых краснопресненских бань. А в 96-м убил вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. Взорвал рядом с ним машину. Кроме росписи погибли две школьницы, гулявшие рядом. Я сейчас остался, вот на сегодняшний день я остался жив, и еще один человек остался жив, вот из таких же. Все остальные, ну, где-то лежат в каких-то лесах. Вот, такой процент выживаемости не очень хороший. Леша-солдат понимал, что рано или поздно начальники его убьют. Слишком много он знал, и попав в руки милиции, киллер мог сдать их с потрохами. Поэтому он с большим удовольствием принял заказ от братьев Пылевых на убийство лидера Орехов Григория Гусетинского. Ну, можно сказать, жили с ним, как бы, его ритмом жизни. Следили за ним, ну, в общем, были с ним в одних и тех же местах. Вот ходили, кружились, а сделать ничего не могли. В руки милиции он попал в 2003-м. Исследователей поразили слова профессионального убийцы. Он говорит, нет, я отказываться ничего не буду. Я убивал, а теперь я, честно, во всем признаюсь. Мне это все надоело, и, в общем, хочу за это все ответить. Он мог получить пожизненное, что на языке криминального мира называется пыжиком. И страшно этого боялся. Поэтому и признался во всем. Окончательное наказание Шерстобитова назначить в виде 23 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый, понятен ли вам приговор суда и срок назначенного наказания? Понятен. Осенью 2014 года в Москве судили серийных убийц и предводителей Ореховской ОПГ Дмитрия Белкина и Олега Пронина. Главного свидетеля обвинения защищала известный адвокат Татьяна Акимцева. И она просила о госзащите. Женщине было очень страшно. Орехи угрожали ей расправой почти каждый день. Они, например, привозили на улицу Гашику в ее дом гроб и ставили в подъезде. Но, к сожалению, наша судебная вот эта машина работает настолько медленно, что ее просто в тот момент не успели взять под защиту. Ореховская ОПГ всегда отличалась железной иерархией и внутренней дисциплиной. Малейшее отступление, малейшее опоздание или прокол, как они говорили, он карался жестоко, но даже смертью. Их предводитель Дмитрий Белкин был двинут на здоровом образе жизни. Один день в неделю отводил бойцам на чистку организма. Все были обязаны делать клизмы. Под строгим запретом была наркота. Если кто-то начинал торчать, его быстро сдавали узнавшие об этом другие орехи. Как правило, Белкин давал приказ наркомана уничтожить. Бандиты вводили коллеге смертельную дозу героина, и каждый знал, что так будет с каждым. Белкин говорил, друзей должны убивать друзья. Это его любимая поговорка была. Даже незначительный намек на предательство или воровство из общика. Ошибка, которая привела к гибели других членов ОПГ. Это вело к смертной казни. Член ОПГ Андрей Пылев заставлял играть свою жертву в шахматы. И во время игры решал, стоит ли оставлять ее в живых. И если убивать, то как? У него была интеллигентная внешность. Он заведовал Вариховской ОПГ финансами. И со стороны был похож на приличного гражданина. И вот когда был суд над ним, даже присяжные заседатели чуть ли не оправдали его. Он сидел такой, как ангелочек, невинный, в очочках такой, бухгалтер. Пылев оказался на скамье подсудимых в 2005-м. За бандитизм и пять доказанных убийств ему дали 24 года. Но через два года Мосгорсуд пересмотрел приговор, так как вскрылись новые преступления бандита. И Пылев получил пожизненное. Один из тех, кто был в Ореховской группировке, это Александр Солоник. Александр Солоник мог бы сделать блестящую карьеру в шоу-бизнесе. Так нравились ему слава и аплодисменты. Но стал одним из самых известных киллеров России. Он родился в Кургане. Папа работал в локомотивном депо. Мама была санитаркой. Любил спорт. В 18 лет отправился в армию. Потом устроился в милицию. Денег там было мало, и Солоник подался в землекопы на кладбище. И вот на этом кладбище Солоник знакомится с будущими лидерами преступной группировки. И они впоследствии организовывают первую банду, а затем самую крупную ОПГ в Кургане, которая в Москве стала известна как Курганская. В 27 лет его обвинили в изнасиловании. Но он бежал из зала суда. Он переехал в Москву, и Селивестр взял его в Ореховскую ОПГ. Солоник исполнял заказы руководителя этой преступной группы, то есть устранял конкурентов. В 94-м он убил лидера бауманской братвы Бабона. Потом тюменского авторитета Мамонта. И еще одного вора в законе по кличке Глобус. Всего он грохнул 20 представителей криминального мира. В июне 95-го особо опасный рецидивист Александр Солоник сбежал из СИЗО матросской тишины. И шикарно устроился на виле Оси Буторина, занявшего после смерти Сильвестром место лидера Ореховской ОПГ. Но Оси напичкал хоромы жучками и прослушивающей аппаратурой. Буторин обладал, можно сказать, маниакальной подозрительностью. То есть он подозревал всех. Даже близкие, так сказать, приближенные к нему люди на 100% не вызывали ему доверия. Он всех подозревал. И братья Пылевы однажды получили прослушку, в которой Солоник возмущался, что братва плохо греет его после побега. То есть выделяет мало денег. Пылев говорил, вот видите, он уже тренируется в стрельбе, уже на наших фотографиях вместо мишени. В Греции Солоник проживал с моделью Светланой Котовой. И Буторин послал к нему убийц, которые тоже были членами Ореховской ОПГ. И подозрения у Солоника вызвать не могли. Гусев нанес удар в Солонику в лицо, отчего тот упал на пол. В то время как еще один из активных членов Ореховской преступной группировки пустовалов, Александр Сергеевич, находясь сейчас под стражей, удушил его шнуром синтетическим. Жестоко была убита и Светлана Котова. Тела штатного киллера Орехов и его подруги расчленили и закопали в землю подоливой. Пока жертвы бились в конвульсиях, за ноги их держал крепкий парень Александр Шарапов. Вы были в курсе, что вы в федеральном розыске? Я без адвоката не буду давать никаких показаний. В федеральном розыске он находился 17 лет. Александру Шарапову вменяют минимум 6 доказанных убийств. А где вы были последние 17 лет, вы можете рассказать? Нет. В отличие от других бандитов, он скрывался не в Испании или Эмиратах, а в деревне во Владимирской области. Родил 6 детей, стал прихожанином местного храма. Но за его поимку полиция объявила премию в миллион рублей, и он себя обнаружил. Скорее всего, замыслил переезд. Стал названивать Орехом, чтобы прислали денег. И помогли избежать тюряки. И в итоге его задержали, и у него больших усилий его прикладывать не пришлось, потому что у него паспорт Советского Союза на его же анкетные данные с его фотографией. 12 сентября 2014 года адвокат и страшный враг Орехов Татьяна Акимцева решила заехать домой переодеться перед светской тусовкой. Она жила на даче. В квартире бывало редко. Но Орехом был известен каждый шаг адвоката. На машинах Татьяны стояли также маяки, которые в общем-то в онлайне показывали, куда направляется именно фигурант, интересант данного дела. Камера видеонаблюдения сняла несколько кадров. Убийца подбежал к Акимцевой вплотную и выстрелил сначала два раза в голову, а потом в грудь беззащитной женщины. Расстрелял водителя и скрылся, прихватив портфель с документами по делу Орехов. Заказчиком, конечно, был Дмитрий Белкин. Они считали, что если не будет, нет человека, нет проблем. Водитель умер сразу. Акимцева прожила еще несколько минут. Истекая кровью, она пыталась доползти до подъезда дома номер 6 по улице Гашика, где не могут это забыть до сих пор. Это, наверное, один из самых трагичных, наверное, так скажем, процессов, потому что в рамках этого процесса из шести юристов, шести адвокатов, свидетелей, которые тем или иным образом принимали участие, было расстреляно пять человек. На место преступления приехала дочь погибшей. Дима! У меня убили! На похороны адвоката Филипп Киркоров прислал красивый венок. А Яна Рудковская плакала, как будто убили родного ей человека. Помогла мне очень по жизни во многих моментах. И которая всегда поддерживала, была бескорыстна. Дата гибели Акинцевой 12 сентября совпала с последним днём на земле первого предводителя орехов Сергея Тимофеева, знаменитого Сильвестр. И многие убеждены, что это было сделано бандитами специально, в память об отце-основателе их ОПГ. После страшного взрыва его «Мерседес» превратился в груду обгоревшего железа. Считается, что Сильвестра погубила война с Борисом Березовским. У Сильвестра был банк. Баб разместил в нём миллиард рублей. Потом захотел забрать. Бандита не отдали. Березовский побежал в милицию. И Сильвестр дал приказ штатному киллеру уничтожить олигарха. Но в последний момент его отменил. Уже кричал, баррец, орал буквально трёхэтажным матом, что всё, стой, всё, всё, Лёха, всё, всё. Через несколько дней машину Березовского взорвали рядом с его офисом на Тавелецкой. И олигарх был ранен и страшно напуган. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водителю, да? Это была открытка о том, что не надо Борису Абрамовичу обращаться в правоохранительные органы. И Березовский после этого заказал Сильвестра. Но есть и другая версия, что главу Орехов уничтожил его близкий соратник по ОПГ Сергей Буторин. В криминальном миру просто ося. Простой деревенский парень. Пужил в Одинцово, в стройбате. Дослужился до прапорщика. Вот. Боксом занимался. А потом он начал убивать и грабить вместе со своим младшим братом. Летом 90-го года ограбили известного коллекционера-антиквариста и похитили большую коллекцию живописи антикварных изделий по оценке где-то на сумму около 9 миллионов долларов. Этот подвиг оценил Сильвестер и пригласил его в свою ОПГ, не ведая, что принимает на работу своего могильщика. Буторин страстно хотел стать главой криминальной империи Сильвестра и действительно мог убить своего шефа. После убийства Сильвестра его, значит, собранные бригады начали делить его наследство. И наследство Сильвестра было огромным. К середине 90-х Орехи контролировали уже сотни магазинов, ресторанов и автосалонов. 30 банков, 20 огромных торговых фирм, почти все крупные рынки столицы. Когда надо было этими финансами управлять, вкладывать их, куда-то там сберегать, приумножать. Орехи раскололись на несколько мелких бригад. И казалось, что теперь их гораздо легче поймать и отправить за решетку. Вот бойцы СОБРа врываются в помещение на Воронежской улице, где члены ОПГ проводят очередную сходку. И кладут на пол сразу 17 человек. Обустроились бандиты отлично. Качалка, сауна, спальни для развлечений с девушками. Здесь же силовики находят оружие и пачки денег. Вот те, кто сейчас живет, молодые люди, они никто не помнит об этом. А ведь тогда дня не было без похищения людей, без взрывов, без расстрелов, без потасовок массовых. После смерти Сильвестра начинается просто массовый падеж главарей мелких и крупных ОПГ. Они гибнут один за другим. И появляются слухи об организации «Белая стрела», которая создана специально для расчистки России от криминальной нечисти. Что есть какой-то спецназ тайный из хорошо подготовленных сотрудников правоохранительных органов, которые по команде сверху убирают тех или иных людей. Но «Белая стрела» была не нужна. Главари ОПГ и раздробленных подразделений банд сами уничтожали друг друга. Шла безжалостная борьба за власть и, главное, огромные деньги. Свои же застрелили из десяток бригадиров, которые были близки к Сильвестру. Погибли дракон, культик, двоечник. Старая запись. Братья Пылевы отдыхают в Паттайе вместе с Григорием Гусетинским, который хотел занять место убитого Сильвестра. Пьют дорогое шампанское, нежатся в море. Вскоре братья закажут кореша. В ПГ Ореховске представляли, по-моему, собой крысы в банке, в бочке. То есть, если бы вот это безвремение, лихолетие 90-х годов продлилось до сегодняшнего дня, я думаю, там бы никого не осталось, они бы друг к другу пристреляли бы. В 2014-м во время суда над Белкиным и Прониным погибло 6 адвокатов и свидетелей обвинения. И судье нужно было собраться с мужеством перед оглашением приговора. Пронин вставать не стал и слушал все сидя. Ему дали 24 года, а Дмитрий Белкин на свободу не выйдет никогда. Суд приговорил. Белкина Дмитрия Константиновича признать виновным в совершении преступлений. По совокупности преступлений окончательно наказание назначено в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в устроенной колонии особого режима. Это для нас была, конечно же, победа, потому что мы добивались, чтобы наказание было максимально жестким. И после того, как этот процесс закончился, я вышел из всех дел с чувством выполненного долга перед Татьяной. В августе 1997 года в Москве пропал лауреат государственной премии, известный архитектор Владимир Гинзбург. Он жил в престижном доме на Ростовской набережной. Но одна строительная компания, с которой плотно сотрудничали орехи, решила построить вплотную огромное здание. Гинзбург и его соседи взбунтовались. Точечная застройка тогда возмущала многих жителей центра города. Архитектор собрал подписи и поехал с этой бумагой к мэру Москвы Лужкову. Представьте, вы десятки лет живете дома, и вдруг ваш великолепный вид, раскрывающийся на противоположный берег Москва-реки, с киевским вокзалом, красивая панорама, и вдруг ваши окна закрывают новый дом. Орехи напали на Гинзбурга прямо возле подъезда его дома. Сильно избили и посадили в машину. Во время очередного суда над Орехами один из членов ОПГ Дмитрий Усалев дал показания. Летом 97-го года мне позвонил Полянский Марат и сказал, чтобы я вместе с Владимиром Масленниковым подобрал место и выкопал яму. Я без объяснений тогда понял, что яма нужна, чтобы закопать чей-то труп. Усалев подобрал место возле эстакада на пересечении Минского и Можайского шоссе. Избитого и измученного архитектора подвели к краю его могилы и напоследок подвергли новой порции издевательств. Смерть Гинзбурга была просто страшной. Задушили, разделили до трусов, бросили в эту могилу, зарыли. Потом нашли какой-то старый забросенный остров Запорожца и поставили на это место. Убийство проходило под строгим контролем Марата Полянского. И на суде он сдаст своего босса, сидящего рядом на скамье подсудимых. Он подтвердил рядом с Буториным, что я действовал по указанию Оси Буторина. Но Оси Буторин ни в чем не признавался и откровенно издевался над судом. Ему предъявили обвинение в 36 убийствах и покушении на жизнь 9 человек. А он отрицал все с наглым выражением лица. Как сказал Буторин уже после суда и вынесения приговора, я ни о чем не сожалею, ни в чем не раскаиваюсь. Буторин провел масштабную реформу в империи покойного Сильвестра. Сократил количество членов ОПГ, но зато заметно подтянул их качество. Тупых качков среди орехов стало гораздо меньше. Главные роли Оси отдал бывшим силовикам. Спецназовцам ГРУ, МВД и ВДВ. Расширил зоны влияния и залез в новые сферы бизнеса. Приказал братве снять растянутые спортивные штаны и свести татуировки. То есть никаких цепей золотых, никаких колец, никакого жаргона блатного, никаких наколок. А исключительно стильные костюмчики, вежливая культурная речь и хорошие манеры. Но в 96-м году Буторин понял, что над ним сгущаются тучи. И за ним по пятам идет московский уголовный розыск. И он инсценировал собственные пышные похороны. И сделал себе фальшивую могилу на Николо-Архангельском кладбище. Вторым шагом, чтобы окончательно, что называется, стереть свое лицо с лица земли, сделал пластическую операцию. Как и многие другие короли преступного мира, Ося Буторин перебрался в теплую Испанию. И с середины 90-х по сегодняшний день в этой стране идет масштабная война с русской мафией, победить которую невозможно. Есть достоверные данные, что они активно руководили своими подразделениями из-за рубежа. Есть достоверные данные о том, что они эпизодически приезжали в Россию. И там по поддельным паспортам законспирировано для решения каких-то таких вопросов. В Испании Буторин и Полянский вели роскошный образ жизни. Ося говорил, что тратит 200 тысяч долларов в месяц. Он чуть ли не каждый месяц покупал себе новый дорогой автомобиль. Спускал деньги в казино и на элитных проституток. Его сгубили пристрастия к ночной жизни и женщинам. Если бы не это, его бы не вычислили с такой легкостью. Расследование испанской полиции пришло к выводу, что он мог скрываться в одном укромном местечке под Барселоной. И мы сделали вывод, что он был завсегдатаем определенного борделя. Его схватили после бурно проведенной ночи. Ося никакой опасности не чуял. В Испании он, как говорится, в какой-то момент расслабился. И полиция очень быстро доказала, что перед ними мертвый лидер Орехов. Пластическую операцию это сделать можно, но отпечатки пальцев, имеющиеся следствию, например, изменить невозможно. Марат Полянский крутил любовь с красавицей, которую звали Ева. Она работала надзирателем в местной тюрьме, куда Полянский как-то загремел на два года. Но в 2011-м Полянский вместе с Осей Буториным был экстрадирован из Испании. И оба Ореха сели в России на скамью подсудимых. На суде они жали друг другу руки и улыбались, всем своим видом показывая, что считают происходящее цирком. Осев все время твердил, что это настоящий произвол. Сказал, что по какому праву вы меня судите, поскольку меня нет уже, да? Это не я. Полянского поддерживала его возлюбленная, которая бросила работу в Испании и летала в Россию на каждое заседание суда. И надеялась, что Марата оправдают. Можете представить, как эта женщина, проработав много лет, будя фактически главным надзирателем, смогла связать брак, бросила все. Адвокат Полянского пытался образумить ее и говорил, что он точно сядет. Но женщина собиралась ехать за ним куда угодно. В Барселоне у нее есть двухэтажный особняк. Я его продам, приеду в эту колонию, куплю домик около этого забора, вот, рожу от него с ребенка. Полянскому дали 19 лет тюрьмы. А Осип Буторин услышал, что пробудет за решеткой до конца своих дней. Понятен приговор с тобой? Сильно. Но на этом история не закончилась. Работа по расследованию преступлений Орехов ведется каждый день. И конца и края ей не видно. В настоящее время более 60 дел соединено уголовных. То есть огромные объемы. Расследование продолжается до сих пор. И до сих пор находятся люди, ранее объявленные в розыск, чья причастность к совершению преступлений доказана.